Здравствуйте! Между этими двумя автомобилями без малого полвека. Но между ними гораздо больше общего, чем можно предположить. Так уж вышло, что начало производства, начало конвейерной жизни самого передового, самого современного на сегодняшний день детище российских конструкторов под российским же брендом произошло еще при жизни наследников заднеприводного Фиата 124 и Жигули ВАЗ 2101. И так уж вышло, что Лада Гранта и Жигули одновременно оказались самыми дешевыми автомобилями на российском рынке и даже, может быть, косвенно конкурировали между собой. Но в 2012 году производство заднеприводных Жигули классики, так называемое, было прекращено, и Лада Гранта стала тем автомобилем, который открывает модельную линейку Автоваза. Когда-то, в 70-м году, таким автомобилем стала копейка. Конечно, появление первых Жигулей – это была целая революция, это было целое событие, которое ассоциировалось с такими достижениями, как, например, полет Гагарина в космос. Появление Лада Гранта на рынке пошло уже под другими звездами. К началу второго десятилетия 21 века мы стали довольно искушенными. Однако, искушенный не значит присыщен нашему, вы пока еще развивающемуся рынку. Нашей небогатой, вы пока еще стране крайне не хватает доступных, дешевых автомобилей. Автомобили, которые называются народными. И, если вспомнить историю, то Тольяттинский завод изначально и строился в расчете на насыщение рынка этим массовым народным авто. Как эволюционировало оно за то время, как на базе итальянского аналога была создана первая советская, по-настоящему современная машина, до сегодняшнего дня, когда Лада Гранта начинает отвоевывать свое место на рынке у французских, украинских, китайских конкурентов. Наш сравнительный тест. ВАЗ-2101 1970 года выпуска и Лады Гранты 2012. Тест с разницей в 42 года. Ну, я позволю себе начать с Гранты. На этом автомобиле, признаюсь, еще ни разу не ездил. Если Жигули для меня, в общем, это часть моего детства, я даже немножко старше, чем ВАЗ-2101, и в салонах этого автомобиля прошли мои самые ранние, наверное, самые веселые и беззаботные годы, то вот Лада Гранта для меня пока это терра-инкогнито. Сал как провалился. Посадка в Гранте довольно низкая, и похоже, что возможности поднять кресло нет. Попробую отрегулировать его под себя. Руль имеет некую степень по наклону. Приборы хорошо читаются, в общем-то, все под рукой, хотя оборудование тоже минимум. Но не меньше, чем в копейке. Так, моторчик заводится у нас с полоборота. Кондиционера нет, но есть просто печка с четырехступенчатым вентилятором и ползунок забора воздуха снаружи и внутренней рециркуляции. В общем, то же самое, что в самой дешевой версии Рено Лаган. Ремни безопасности по высоте не регулируются. Попробуем отрегулировать спинку кресла. Да, похоже, что барашек тут сорван. У машины всего 24 тысячи пробегов. Ну, поехали! Да, видимо, не стоит ждать от автомобиля за четверть миллиона рублей каких-то эргономических откровений, эргономического совершенства. Это было бы, наверное, даже несправедливо выдвигать такие серьезные требования. Интуитивно хотелось бы сидеть повыше. Все-таки это не внедорожник, где необходимо большое количество пространства над головой, чтобы, прыгая по кончикам, не пробивать макушкой потолок. Это, кстати, городская машина, где напротив каждый сантиметр дороги, который ты можешь видеть перед бампером, актуален. Особенно в плотном трафике на парковках. Мне бы хотелось, конечно, видеть кромку капота. Но, видимо, это вопрос привычки. А в остальном чувство габаритов машины абсолютно с претензией больших не вызывает. Хорошие большие лопухи зеркал. Разве что, на мой взгляд, конечно, хотелось бы иметь электрическую регулировку. А здесь вот по старинке приходится пользоваться такими рычажками, которые торчат из дверной рамки. Мотор производит впечатление довольно шустрого агрегата, с неплохим потенциалом, особенно в сочетании с правильно подобранными передачными чистыми коробками. Даже вторая передача буквально с места уверенно тянет и очень неплохо разгоняет гранту. При том, что здесь всего 87 лошадей. Не такие уж и великие силы, не такой уж большой табун по современным меркам. Даже для городского автомобильчика. Руль, в общем, наверное, многие скажут, пустоват. Но, с другой стороны, ребята, это все-таки городская машина, это не спорткар. Поэтому, наоборот, столь легкий руль позволяет, наверное, очень комфортно чувствовать себя людям, которые не претендуют на то, чтобы демонстрировать какие-то драйверские амбиции, а просто хотят передвигаться по городу из точки А в точку Б, не прикладывая дополнительных, в том числе и физических усилий. Педали, кстати говоря, тоже довольно легкие, что сцепление, что тормозы. Вот раздражает, честно говоря, больше всего пока пластика, с которого сделан набалдашник переключателя короткой передачи. Очень он шуршавый, такое ощущение, что если им регулярно пользоваться, активно, то можно себе просто накереть хорошую, добрую мозоль на ладони. Шум и изоляция находятся на уровне бюджетного автомобиля. А что мы хотим? Повторимся за такие деньги. За это можно простить, кстати говоря, и довольно бедный пластик в салоне. Жесткий, не мягкий, да, с отсутствием какой-либо ярко выраженной фактуры. Но, с другой стороны, это все абсолютно на 100% функционально. Функционально и рационально. Ибо, с одной стороны, в этом автомобиле есть все, что нужно для того, чтобы ежедневно современный городской человек не чувствовал себя ущербным. А, с другой стороны, нет ничего лишнего. Единственное, чего не хватает, конечно, не хватает кондиционера и автоматической коробки передачи. Впрочем, эти вещи доступны на ладе Гранта просто уже за другие деньги. Версия с автоматом, если мне не изменяет память, стоит тысяч на 100 с лишним больше. Итак, если перефразировать известную мудрость и сказать, что каждый народ достоин того автомобиля, который он заслуживает, то ладо Гранта в этом смысле на фоне российской действительности выглядит весьма выигрышным вариантом. И хочется верить, что его вот эта сумма потребительских достоинств, повторюсь, за те деньги, которые просят за эту машину, будет подкреплена еще и соответствующим качеством исполнения. Вот в этой ситуации тогда, безусловно, Гранта может стать достойной заменой легендарных «Жигулей». Причем заменой созвучной новой, куда более, возможно, требовательной или поздней. Ну, вот такие ощущения вкратце. Теперь посмотрим, чем нас порадует копейка. Да, конечно, копеечка будет, если верить цифрам, немножко потупее. Да и по ощущениям тоже есть. Все-таки здесь соотношение 64 лошадиных силы на почти тонну веса, конечно, несколько хуже, чем у Гранта. Приборы через прозрачный руль прекрасно читаются. Можно ли на этом автомобиле ездить каждый день? Наверное, все-таки сегодня уже это скорее архаизм. И, наверное, то, что последние заднеприводные «Жигули» все-таки покинули конвейер, есть хороший знак. Жизнь движется, жизнь продолжается, она не стоит на месте. И даже сверхнизкая цена и сверхмалая себестоимость, а значит, эффективность, прибыльность продукта не может оправдать его присутствие на рынке, при условии, что морально он устарел на 40-50 лет. Ну и наше сравнение будет неполным, если мы не вспомним еще об одном аспекте. Как правило, стартовый автомобиль в гамме любого производителя это и самый доступный автомобиль. Когда копейка появилась, она стоила 5620 рублей. Средняя зарплата тогда в СССР составляла 115 рублей 70 копеек. То есть советскому человеку нужно было отложить 23 зарплаты, чтобы купить Жигули. Но даже такой ценой купить машину сразу было невозможно. Нужно было отстоять 2-3 года в ожидании заметной открытки на покупку. Был другой, конечно, вариант купить эту самую открытку, но уже за 2-3 цены у спекулянтов. Однако в любом случае, за машиной, за новой машиной, в какой бы точке Союза вы ни жили, ехать нужно было сюда, в Москву, в Южный порт, в магазин автомобиля. «Лада Гранта» сегодня стоит 259 тысяч рублей в базовой комплектации. Для того, чтобы купить ее сегодня среднему россиянину, нужно отложить уже от 9 до 11 средних зарплат. Это как считать. При этом очереди никаких... А что касается возможности приобрести машину в регионах, то сейчас у «АвтоВАЗа» по состоянию на осень 2012 года работают по стране более 400 дилеров. План развития дилерской сети предусматривает 500 точек. И вот эти цифры, на мой взгляд, являются главным отличием. Нет, даже не этих двух автомобилей. Этих двух эпох. Редактор субтитров А.Семкин